Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мой Ташкент. Сегодня вы меня в кадре не увидите, ну так, может, издалека немножко. Сегодня мы с вами прослушаем и увидим лекцию и мастер-класс об настоящей японской экибане. Что это такое? Как делать? И что вы научитесь при мастерстве создания экибаны? Весь семинар проходит в узбекко-японском учебном центре UGC. И немного истории об этом японском, культурном, узбекко-японском, извиняюсь, центре. Узбекко-японский центр был образован в соответствии с соглашением между правительствами Узбекистана и Японии, достигнутом в 2000 году. Учредителем центра выступили Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Японское агентство международного сотрудничества. В 2007 году был открыт региональный филиал центра в Бухаре. А с 2012 года центр начал сотрудничать с японским фондом в сферах обучения японскому языку и организации культурных мероприятий. За более чем 20-летнюю деятельность в центре реализовано множество образовательных и культурных программ. Его двери открыты для всех, кто стремится совершенствовать практические знания и прикладные навыки в бизнес-образовании, желает изучать японский язык и интересуется культурными традициями Японии. О, о, ребятки, ребятки, ну, сейчас начало, давайте смотреть. Я начну с того, что представлюсь сама. Меня зовут Мацумура. Я приехала специально для вас из Токио. Уважаемый гость, я хотела спросить, всем понятен русский или нужен двойной перевод на какой-то еще русский? Понимаете? 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 Хорошо, дальше мы продолжаем перевод на русский. Я продолжаю изучать согетсу и продолжаю преподавать. И этой деятельностью я занимаюсь уже больше сорока лет. И я очень благодарна обществу узбекско-японской дружбы, которая предоставила мне такую возможность сегодня быть перед вами и проводить семинар. И я очень благодарна всем людям, которые приложили руку, приложили помощь в том, чтобы сегодняшнее событие состоялось. Спасибо, пожалуйста, всем вам, дорогие наши гости, за то, что вы пришли и уделили нам внимание. И сегодня я и два моих ассистента перед вами приведут демонстрацию икебаны школы Согетсу. Спасибо. Я вас прошу любить и жаловать. Икебана. И если говорить о истории развития Икебаны, то Икебана родилась 700-800 лет назад в Киото, в Японии. И изначально монахи, верующие буддисты, делали подношение, цветочное подношение буддин. И потом проходили века, и сложилось так, что обычные горожане тоже стали иметь возможность заниматься экибаной. Изначально экибаной занимались только мужчинами, и это стало общим таким понятием. Икибана развивалась и образовалось огромное количество школ и направлений. Говорят, что в Японии есть более 100 различных школ. Согетсу занимает место одной из крупнейших школ. У нас есть преподаватели практически во всех странах. Теперь я чуть-чуть в нескольких словах расскажу вам, что такое экибана. Икибана для меня имеет определенный образовательный аспект. Изучая экибаны, вы непременно поймете, что такое четыре сезона, как сменяются четыре сезона в жизни, в природе. Изучая экибана, вы помните название цветов, растительные материалы, деревья. Это тоже очень важно. И, возможно, вы начнете испытывать увлечение и любовь к цветам. И ваши отношения, взаимоотношения с природой углубятся. Третий пункт, я бы хотела сказать, что это очень полезно психологически для души. Икибана яру коту не иоте, хана-о киру коту не канша-о шимасу. Например, подрезая цветы, вы испытываете уважение, вы испытываете... Возьмите к цветам. Тайсецу на иночё и талаку ваке. Вы понимаете, что вы берете дар, великий дар жизни. Например, когда вы едите, вы же тоже испытываете чувство, что вы приняли этот дар. Например, овощи вы едите. И также святая. Овощи и фрукты, которые вы едите, станут вашим телом. Тогда что мы питаем, когда мы работаем с цветами? Мы питаем свою душу. Таким образом, мы учимся быть благодарным природе. Мы учимся быть благодарным природе, и мы учимся ее рационально использовать. И если бы просто выбрали любой цветок из поля или из магазина, и просто переносили бы в вазу, это был бы просто цветок из магазина или просто цветок из поля. Солнечный choosing, в случае это было бы в основном, то есть из этого отношения надо выходить. И когда вы ставите его ваше, он перестает мне просто цветка в спойлер, он становится искусством. И нам, Сонгетсу, разрешено использовать любой материал. Мы можем использовать камни, мы можем использовать металл. Мы можем использовать даже пластик. И надо учиться, как поставить это с цветами, так, чтобы это было гармонично. Так говорят наши великие большие учителя. Ну и мы, которые учимся у них, мы, конечно, не можем сказать, что до самого своего конца, что мы полностью овладели. И что очень хорошее в нашем стиле, в Сонгетсу, в нашей школе, что мы можем отварить экибана из любого материала и в любом материале. Вчера мы ходили на базар, на ваш и купили цветы. Но веток у нас не было, естественно, в базаре. И тогда мы обратились с просьбой к сотруднице центра. И она нас просто привела к своему дому. И мы спросили разрешения у соседей порезать ветки просто во дворе дома. И нам разрешили. Вот. Ну и как мы будем, например, резать растения, ветки? Да, мы же не пойдем, например, к маленькому дереву и не возьмем его всего обрежем, так, чтобы дерево умерло. Мы посмотрели, какие деревья не будут страдать, если мы их обрежем. Более того, если мы их подрежем, они будут даже лучше расти и цвести на следующий год. И мы обрезали только те ветки, которые нам были необходимы в работе, которые не мешали жизни этого дерева. Это бережное отношение к природе. И конечно, ребята, которые останутся на мастер-классы, будут работать вместе с нами, вы получите вот такие дикие ветки. И поэтому мы научим, как их обрезать так, чтобы они стали ветками, на которых приятно смотреть. Вот, поэтому, конечно, кивана – это целое вкусство, эта философия стоит. Это не только подрезал цветок и бросил вазу, да? За этим стоит много-много союзков. Я хочу начать. Спасибо за прослушивание. Спасибо за прослушивание. Спасибо за прослушивание. Дерево яблони она поставит на кензан. Вот этот инструмент, железная накопка, называется кензаном. Для того, чтобы такая толстая ветка могла стоять вообще на кензане, она сделает крестообразную насечку на стебле. И вот я добавила чуть-чуть силы и поставила ветку четко на кензан. Первый инструмент, который называется «чезнен», вот этот инструмент, то есть «чезнен». И это тоже стебель, который тоже существует. Это «чезнен». это подрезка цвета, цветка под водой. Ну и, например, даже если вы будете гулять по улице, вы увидите, что ветка валяется, например, на улице. Не проходите мимо. Возьмите ее домой и поставьте ее. Сейчас нет у меня никаких правил, потому что это свободный стиль. И я без каких-то правил ставлю. В учебниках, о которых я уже говорила, в учебниках, в них очень много тем, которые ученик проходит. Например, там есть тема «Постановка двух и более видов деревьев». Достаточно сложная тема. И, ну, там есть как бы такой принцип, что похожий вид растительного материала вы ставите на одной высоте, но вообще-то жёстких правил в свободных стилях нету, потому что там нету особых правил, но главное – баланс, конечно, сначала, будучи учеником, сложно понять понятие баланса, но со временем вы поймёте. Баланс – это то, что отзывается в душе у нас с чувством приятного удовлетворения, это и есть понятие баланса и гармонии. В зависимости от вида древесины достаточно, если вещи тяжёлые для постановки. И, как правило, обычно ставят, если растения, то стараются, чтобы они не так сильно соприкасались. Вот, и вот такие даже странные виды растений, деревья, которые у нас ещё не зацветлены. подрезаем их под углом 45 градусов. Вот, и вот эту странную, как бы засохший лет, на самом деле она живая, да? Просто ещё не проснулась. Я ставлю вперёд. И баланс вы отмеряете просто своим, как бы, глазом, да? Вы чувствуете, что вот это вот мне размер подходит, вот это маленький, вот это большой. Ну, думаю, добавить ещё вот такую цветущую. Да, это тоже я бы не. Вот. Вот. Мы избегаем только того, чтобы листья у нас касались воды. Вот. Мы избегаем только того, чтобы листья у нас касались воды. Ну, это не очень красиво, и это приведёт к тому, что вода со временем загниёт. И сейчас я добавлю розу. Обычно, если вы посмотрите на эту композицию, может быть, даже у вас будет такой вопрос удивления. Неужели в эту композицию роза будет гармонично смотреться? Ну, вот. Это хороший момент в сугецу, что… Что, сопоставляя даже, как бы, кажется, несопоставимые вещи, получаются интересные работы. Цветы обычно подрезаем плоско. Да. Я теперь поставлю… Поставлю… Поставлю другую элементу. У нас были ветки, цветы. А теперь я поставлю листью. И я вот думаю, куда бы мне поставить? Чё-то в маннах. Вот. А теперь попробую поставить прямо посередине. Чё-то в маннах. Чё-то в маннах. Чё-то в маннах. Квадрежу чуть-чуть. Чё-то в маннах. Чё-то в маннах. Это всё на интуиции уже, да? То есть когда ты думаешь, вот, здесь нормально, а здесь уже не нормально. Судецу, нету жёстких форм. в своё свободной форме. Иголочка прям втыкается в стебелок или межки? Нет, нет, прям туда он входит. Не твёрдо, крепилось, двигается. В частности, которые меняют, здесь нет, и проявить. Это ого, крепилось в свежих. Это ого. Здесь у меня везде чуть-чуть касаются воды, но я это расцениваю как часть композиции этой. И вот так поставите дома, можете делать это для себя просто для удовольствия, потому что понимаешь, что в свободных композициях нет особенности. Если вам нравится, если вы чувствуете чувство удовлетворения своей работы, значит это правильно. Если вы поставили один цветочек, уже сразу вы видите, если даже у вас есть один цветочек, композиция сразу оживает. У нас нет таких штучек. Куда? Штучек? Как сейчас молодые говорят, Google вам в помощь, AliExpress вам в помощь. Да, даже на AliExpress в помощь? Да, AliExpress продают какие-то звезды. У нас нет таких штучек. Если у вас нескольких веток, то желательно больше 2-3 ветки, когда вы ставите, а композиция желает, если даже добавить один цветочек, то уже будет живо. Сейчас вы как раз спрашиваете, что делать тем, у кого нет инзана. Пожалуйста, можно сделать это самим из винограда, который потом высохнет и станет вам фенсатором. Если у вас нет профессиональной вазы, вы можете просто взять, например, салатницу, вы можете взять часть лазы виноградной, и если у вас все вываливается, тогда просто закрепите проволочкой. Если у вас нескольких веток, то это очень интересно. Потому что создает идею естественности. Если у вас есть когда-то лично, то если вы хотите сделать это, то можно как бы просто закрепить. Если у вас есть какие-то вопросы, то опять же подождите. Если у вас есть авторитет, то я сразу беру себя с высоко, то будет здорово. Я думаю, что у вас есть, можно ли это для вас, чтобы выстроить, что ты несленно. Желательно, что если вы будете такой естественный как бы фиксатор использовать, чтобы он не совсем в вас сильно высовывался из вазы, потому что тогда композиция станет неустойчивая. Поэтому желательно сама композиция, если будет очень высокая на таком естественном кинзане, она будет неустойчивая. Поэтому я достаточно коротко подрезаю ветки. Вот, и уже смотрю в те отверстия, где я могу вставить. И это все равно высоковато. Тогда я сделаю покороче. Вы знаете, кто, если кто ставил сирень, сирень очень быстро убедает. Вот. И часто мы в экибане, когда хотим поставить именно цветок, мы листья тогда убираем и ставим только цветы. Вот. 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 Это сцепится, это красиво, поэтому я добавлю это. Когда я добавляю, то есть, что нужно, что-то акцент, чтобы добавить. Когда вы ставите, например, вот так вот придумали фиксатор и придумали поставить туда цветы или ветки растения, конечно, не надо безумно тыкать, просто так вот натыкали и всё хорошо, нет, всё-таки думайте о композиции, о структуре композиции, которую вы хотите увидеть. Но если не получается с первого раза, ничего страшного, попробуйте второй, третий раз. Здесь у нас есть свобода, свобода, вот творчество. И надо думать, что в этой композиции я хочу подчеркнуть. Например, если я в этой композиции хочу подчеркнуть силу цветка, то тогда я зелень, листья ставлю на второе место или делаю ее короче. И обязательно мы делаем подрезку под водой, не забываем об этом. Я думаю, что даже легший такой на бок, он всё равно продолжает быть миленьким. Кроме этого я ещё поставлю розу, вот таким образом. Я думаю, что в этой композиции можно добавить не один цветок, два вида цветка. Это всё по свободным пожеланиям. Композиция тоже свободная, и вы сочетаете вещи по своему усмотрению, которые, по вашему мнению, сочетаются с этой вазой, с этим цветом, с этим растительным материалом. Я думаю о балансе, о связи заполненного. Баланс для нас, экибанистов, это связь заполненного пространства и густой констанции. Экибана – это, в принципе, баланс. Мы все вокруг баланса ходим. Это прекрасно, и выглядит очень魅力. И, в принципе, интересная идея, и сделать это. Я думаю, что можно становиться по общежитету. Так же, как и в одежде. Если в одежде хорошо и стильно, и вы сами чувствуете, что вы спала. И вам приятно. Так же, и в композиции. Да. Вот так вот. Вот так вот посмотрите на такую позицию, и вы подумаете, что нет движения, а движение это важная часть экипаны. Без движения вообще нет жизни. Непровавление в Японии, много землетрясений. Непровавление в Японии сильно нет, как у нас принимает землетрясение. такое не надо, а такое движение, которое мы имеем, скажем так, в здоровой жизни. И тогда я, например, чтобы передать это движение, я ставлю элемент совсем другой высоты и совсем другого качества. Вот, и мы моделируем материал по своему усмотрению, например, если для меня этот лист аспидистри слишком высок, я его чуть-чуть руками приземляю, делаю той формы, которую хочу. Вот так вот, переменая в руках многие материалы, вы сами для себя поймете, какой материал может моделироваться, который материал мягкий, который стебли вы не можете моделировать, очень жесткая древесина. И также мягкость материала зависит от сезонности. Например, весенний материал, когда деревья проснулись к жизни и полны воды, полны своей влаги, они более мягкие и более доступны для передания формы. Так же это похоже, жизнь растения очень похожа на жизнь людей. Так же и мы. Мы с возрастом, к сожалению, становимся более твердыми и менее гибкими. А в молодости мы можем спокойно менять свое мнение, принимать форму других людей, других предметов. А с возрастом мы немножко костянеем. А с возрастом, да, мы становимся более теплыми к изменениям и к подстраиванию чужое мнение, например. Поэтому, если вы хотите что-то исправить, например, в своей жизни, в своей характере, я бы рекомендовала вам делать это, пока вы молоды, пока вы гишкич. Вот. И таким образом, ставя что-то совсем другое, мы получаем совсем другое движение. Это все, на это я закончила. Хорошо. Сенсей уже рассказал, что в Согесу есть композиции двух видов. Классические и свободные. Сегодня, сейчас я вам покажу вариант, один и тот же вариант, это называется пятый вариант, композиция на двух кинзанах. Чтобы у вас было представление, что композиции можно делать не только на одном кинзане, например, а на двух кинзанах. Ну и больше, если нужно какое-то большее количество. Сначала я поставлю просто классическую композицию, а потом я поставлю этот же вариант, классическую композицию, но с добавлением элементов. Вот. Сначала я хотела сказать вам, вот, показать, насколько удивительны красивые листья ириса. Это вот то, что мы вчера взяли на базаре. Они как бы совершенство, да, то есть их форма, она уже совершенство. Японцы обожают ирис. Наверное, вы знаете из детей и подростков, кто изучает японскую культуру, что 3 марта у нас день девочек, да, 5 мая у нас день мальчиков, да. Кто вот изучает? Кто знает, какой цветок является самым важным в праздник мальчиков? Это ирис, да. Почему? Потому что листья ирисы похожи на меч, да. И как бы на этих мечах можно совершать, ну, сражения, да, можно сказать, да, шуточные сражения, да. Поэтому он является символом мальчика, символом самурая, да. Какие еще символы мальчика, вы знаете, день мальчика, какой еще есть символ? Койноборис, то есть карп, плывущий против течения, да. Японцы пожелают своим мальчикам, чтобы они были сильные, чтобы могли плыть против течения, преодолевать невзгоды, да. Вот. Но сегодня мы сделаем ирис на двух кинзанов. В Японии есть такое понятие, в икибане есть такое понятие, главный элемент. Его называют щином, главный элемент. Вот, допустим, я ставлю главный элемент на тинькинзан. А вспомогательный элемент на этот же кинзан. Вспомогательный элемент будет называться у нас сой. Он должен быть чуть поменьше высоты. Вот, шуточно, шуточно, если говорить. То щин у нас хозяин. Самурай или чёгун, да. А соя у нас вассал, да. Вассал не может поднимать голову выше хозяина, да. Хозяин разозлится, отрубит ему голову. Вот, поэтому у нас есть щин, есть соя. Он должен быть меньше в размере, да. И у нас еще есть хикая. Хикая прислуживает своему хозяину и даже слуге хозяина. Он должен быть еще меньше. Он должен быть еще меньше. И мы ставим их всех под разными углами. Потому что, если мы поставим все под одним углом, будет скучно, согласитесь. Представляете работу, где все стоит под одним углом? Что это, что у нас всегда стоит под одним углом в вашей жизни? Ну, вот пальцы стоят под одним углом, да. Забор стоит под одним углом, да. Но никто не думает, что забор – это искусство, да. Ну, правда, да. Потому что, когда искусство, тогда есть ритм, да. Искусство – это ритм. Поэтому, даже в таких мелочах – большой размер, средний размер, маленький размер, да, мы делаем разные углы наклона и разные размеры. Разный размер и разный угол наклона – это разный цвет, это основные факторы ритма, да. Везде. В одежде, в окивании. Обычно щин и сои мы делаем ветки деревьев, а цветы мы делаем хикая. Но можно делать и наоборот. И поставила щин, сои, хикая – один и тот же растительный материал. По альстромерию, альстромерию я поставлю как дополнительный материал. К сожалению, мы очень хотели вчера на рынке найти цветов, которые растут… Ну, уже я не говорю об эндемиках, да, которые растут только в Узбекистане, но хотя бы из узбекских садов. Да? Но мы не нашли. Да. Потому что, ну, к сожалению, сейчас такой бизнес, что им выгоднее продавать что-то из Голландии, чем производить что-то своё. И это будет композиция на двух кинзанах. Как вы думаете, что ещё важно, кроме цветов, в композиции? Декор. А? Декор. А что такое декор? Декор? Да. Веточки и украшения. А, веточки и украшения? Ну, вот я, кстати, об этом даже не думала никогда. Это будет… это новое. Ну, как бы для меня это интересно. А кроме декора, что ещё интересно? Ну, вот когда вы смотрите на композицию, оцениваете баланс. Что ещё бросается в глаза? Сочетание цветового. Цветовое сочетание, правильно. А ещё что? Голоска. Правильно. Вот я об этом хотела сказать. Вот, эта композиция, это будет… Вы будете по очереди, когда пойдёте в школу, проходить первый вариант, второй, третий, четвёртый, пятый. И вот пятая композиция – это первая композиция, в которой вы столкнётесь с таким понятием, как красота воды. И здесь специально открывается пространство между двумя кинзанами так, чтобы человек, смотрящий на неё, мог насладиться красотой воды. Понятно, да? То есть такие вещи, на которые европейцы часто не обращают внимания, как пространство пустое, как красота воды, они архиважны для японского менталитета, для японской культуры. Вот, то есть здесь это первая композиция, которую вы сталкиваетесь с красотой воды. Вот, всё, эта композиция закончила. Спасибо. Когда много изучаете искусство это? Сейчас скажу. Я поехала в Японию первый раз в 97-м году. И осталась там на 4 года, и там начала изучать икебану. И потом, когда вернулась в Москву, продолжила изучать икебану. То есть много, уже больше 20 лет. Меньше, чем сенсей, но больше, чем обычный человек. А у вас дома много таких? Нет. 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 Ученицы мои потом вспоминают и говорят, каждый раз, когда ставим в цветы вазу, просто вазу, вспоминаем о тебе. Очень приятно это звучит, потому что люди, когда несколько лет делают вместе, что это одно, уже потом само это действие, оно связано с теми учителями, которые тебе дали эти знания. Вот. Ну, это такой как бы процесс, да. Смотрите, я сейчас поставлю эту же композицию очень быстро, не материалом. Сначала я хочу рассказать, что, вот смотрите, вот это вот у нас в Сокетсу есть обязательно такая тема, ваза сделана своими руками. Вот это вот, как вы думаете, с чего я сделала? Бумага. Бумага, да. Яичные коробочки. Ну, то есть коробки из-под яиц. Знаете, да, они очень хорошие для моделирования. То есть вы их размягчаете, вы из них склеиваете, делаете форму и потом красите. У вас может делать и свои вазы, еще что-то, да. То есть в этой композиции я покажу, что, например, да, и, например, эту вазу я не боюсь взять в поездку, потому что я не боюсь ее разбить, да. И потом я ее могу второй раз сделать, даже если она у меня испортится. Сейчас я покажу эту композицию на как бы более современном материале. Это вот моя каллиграфия, как бы я ее просто вот, ну, как бы так вот закрепила, сделала из нее листочки, да. У меня сенсей поправлял, видите, даже следы исправления. То есть, в принципе, как говорил Сокот Исихахара, основатель сугету, все может стать экибаной. Да, коробочки из-под яиц или ваши старые работы. Нельзя так по-испански, можно по-русскому так же сделать, да. Вот. Так. Испахло из другого материала. Я опять-таки беру. Кто запомнил, как называется главная ветка? Щи. Щи. Молодцы, молодцы. Теперь я скажу. В классических формах вы не просто режете растения, вот каким хотите размером. В классических формах есть размер, да. Вот, например, два размера уаза. Вот, например, два размера уаза. Я беру, если я думаю, что это классическая форма, я беру два размера уазы. Подрезаю. И... Если весь овощ очень тугой, я могу, например, расщепить ее, да. Вот. И поставить под определенным углом. У нас есть даже правило подрезки. Дерево режется. Вот, 45 градусов. Цветы режутся обычно плоско. Вот. Как я вам сказала, вассал. Вассал. Вассала как зовут? А? Кто запомнил? Сое. Вассала зовут Сое. Правильно. Сое. Сое, да. Вассала зовут Сое. Мы поставим Сое пониже. Он будет послабее, чтобы не спорить с хозяином, да? Вот. Щи. Сое. И поставим Хикая. Теперь я сделаю классический вариант. Так. Я Хикая поставлю цветок. Хикая должен быть еще ниже, да? Ниже Сое. И должен свою голову. Так. И под другим углом. Помните, да? Что мы создаем ритм. Мне в этой коробочке будет сложно делать другой угол. Ну, все-таки, тем не менее, да? А как вы думаете, на кого должен смотреть цветок? На хозяина? Нет. На зрителя. На смотрящего. Да. На смотрящего. Вот здесь вот вступает, как бы, вот такой, как бы, японский менталитет, что вообще, вообще, как вы думаете, куда смотрят растения? На солнце. На солнце. Правильно. И, то есть, когда вы выбираете, у любого растения есть лицо, а есть изнанка. Да. И любое растение тянется к солнцу. И, то есть, солнце. И по солнцу вы определяете лицо или изнанку. И интересно становится, что, когда вы ставите композицию и вы зритель, вы становитесь солнцем. Понимаете, да? Да. Вы становитесь солнцем для этой работы. Потому что цветок, тоже смотреть на вас. Вот. То, что я ставлю еще ниже, другой дополнительный материал. Другой дополнительный материал называется, это японский джучни. Джучни означает помощник. Джучни означает помощник. Вот я поставила помощники. Помощники, вы пригодите. Вот я поставила помощников. А теперь я думаю, ну, я же хотела сделать более современную работу, да, и связать разные материалы. И тогда я беру свою бумагу, да. И, например, я могу сделать что-то, какие-то элементы бумажные, да. Например, есть такое понятие, как поздравительный экибана. То есть экибана – какое-то поздравление к чему-то, да. Например, не обязательно свадьба. Например, день поступления ребенка в школу, да. День окончания школы. Пожалуйста, на этих свитках можно написать поздравление, да. Или можно, например, человек закончит школу, а вы сохранили его тетрадку из первого класса, да. И будет очень приятно, да. Вот здесь, например, как он писал в первом классе. И вы вот так вот делаете свитки и приносите, и ставите, например, на столе этого человека. Он приходит там со школы, а у него такая экибана с его работами из первого класса. Это же необычно, да. То есть вот такая поздравительная экибана, где вы использовали какие-то элементы, которые имеют для вас значение. Да. Вот. Это тоже очень как бы мило и всегда будет радовать. Потому что экибана должна радовать. Вот. Всё. Супер. А вы уже в голове представляете себе до начала составления композиции вот что-то примерное вытянуло? Ну, примерное, да. Очень бегло. А теперь я немножко странную работу покажу. Дальше Флори будет показывать вам эти странные работы. я начну, начну эту тему с раных работ. В окивании можно шутить, в окивании можно говорить на какие-то странные темы, таблированные темы, вот, вчера мы резали лозу, вот эта лоза не резаная, это уже сухая лоза, вот, мы ее потом объединили в группы и получается, можно делать любые конструкции, софа называл это обже, от французского обже, то есть объект, да, то есть объект это законченная работа, которую вы уже зафиксировали и которую вы в дальнейшем можете использовать для айкебана, ну, для каких-то других своих работ. То есть здесь не очень устойчиво, потому что у нас не было времени до конца ее продумать, но я хотела просто передать вам смысл, да, то есть сухой какой-то материал, да, вы делаете из них как скульптуру, это будет скелет вашей будущей работы, да, вот, ну, например, конечно, такую композицию неуютно хранить дома, это может быть для открытых помещений, в саду, да, на улице. Потом вы думаете, это очень странная работа, надо как-то ее очень странно добавить, да, вот, вот, то есть можно взять другой, любой растительный материал, например, вот корни и клубни, они являются благопожелательным элементом Японии, потому что как в русском языке есть понятие укорениться, да, свои корни, да, то есть композиции с использованием корней, они благопожелательны, да. Я ставлю корни, они же дают движение, да. Предварительно я делала бумажные шарики. Я добавляю бумагу, потому что, чтобы подчеркнуть круг, да, то есть если здесь я вижу круг, я подчеркиваю круг искусственными элементами. Но мне не хватает цветов, да, потому что все равно скучновато, вот, и я добавляю цветок где-то. Цветок мы добавляем либо в вазе, либо, если мы хотим скрыть, мы можем добавить в пипетки. В принципе, такой милый вазу я даже могу вперед поставить, да, но обычно мы скрываем постановку цветов. Вот такая странная композиция, но киквана может быть странней. Всем привет, ребят! Наверное, вы помните, что мы с Витенькой очень хотим улучшить качество нашего видео, чтобы вам было приятнее смотреть наши ролики, и поэтому собираемся закупить новое оборудование. Но, к сожалению, у нас пока еще, ну, не хватает полной суммы для этого, поэтому, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, помогите нам донатикам. Кто столько сможет? Вот по вот этому QR-коду. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok